Сегодня в школах Чуваши организаторы отрабатывают процесс проведения единого государственного экзамена. Впервые в этом году контрольно-измерительные материалы, сокращенно КИМА или просто ЗАДАНИЕ, будут печатать прямо в аудиториях. Подробнее об этом и других новшествах экзамена 2017 Ольга Пырочкина. Каждый год в единой государственной аттестации для девятиклассников, сокращенно ОГЭ, для одиннадцатиклассников ЕГЭ, появляются какие-то новшества. И 2017 год не исключение. О девятиклассниках. Если в прошлом году на получение аттестата влияли оценки только по двум экзаменам из четырех, то в этом году влияют все четыре. Кроме того, по-новому будут запускать в пункты проведения экзаменов, сокращенно ППЭ. В этом году у нас будет пропуск в АППЕ и в девятых классах через металлоискатели. Это, в принципе, тоже существенный момент. В прошлом году, например, из всех нарушений по девятым классам, это основная доля, опять-таки, были сотовые телефоны. Это вообще самое распространенное нарушение по стране. Так, в Ставрополе девушке удалось пронести телефон в высокой прическе. Его обнаружили, когда тот зазвонил. Девушка забыла отключить звук. Специалисты предупреждают, даже если выпускник сможет пронести телефон, воспользоваться незаметно им невозможно. Везде камеры. А в случае его обнаружения, даже если им не воспользовались, ученика выпроводят с экзамена и аннулируют результат. Для одиннадцатиклассников тоже есть новости. Если посмотреть контрольные измерительные материалы для одиннадцатиклассов, здесь таких больших изменений нет. Единственное, по биологии, химии и физике тестовые задания убраны. По биологии экзамен на 30 минут будет проходить дольше. Впрочем, главное новшество коснуться организаторов экзамена. Впервые кимы или задания будут печатать прямо в аудиториях на специальных принтерах, а не привозить в конвертах спецсвязью. Это сделано для еще большей защиты от возможных утечек информации и экономии бумаги. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.